Ты видишь, как твою маму ведут в наручниках, в какой-то аквариум, чтобы сказать, что она британский агент, нежелательный, шатает конституционный строй. Это такое унижение. Мне зовут Влада Шевченко, мне 15 лет. Моя мама Анастасия Шевченко находится уже 11 месяцев под домашним арестом. Это статья о несылательных организациях. Очень много дел приходится делать именно мне. То есть надо везде куда-то съездить, что-то сделать, и я вообще ничего не успеваю. При этом у меня дополнительная, у меня школа, мне нужно водить Мишу в бассейн, мне нужно забирать Мишу из школы, водить Мишу в школу. И у меня вообще ни на что не хватает времени. Идем в школу. Но как-то надо спрятаться. А ты раньше с мамой ходила в школу? Да. А мне это запретили делать. Моя мама всегда хотела донести для людей правду, что пора бы уже сменить власть, что идет что-то не так, и что людям нужно задуматься, что в стране все не так хорошо, как им кажется, чтобы люди сняли розовые очки. И мама всегда хотела донести это для людей. И я думаю, взяли именно ее. И поэтому, как никто не поймала начать. Все люди lip wanting一直. Моя мама всегда спитахer. Хорошо? И теперь работать? И это с stained, иди друзья? И я 청rie пациентские медицинские 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 обслуживающие Всю жизнь, наверное, до маминого ареста, я вообще не понимала, чего я хочу от жизни, кем я хочу стать. Сейчас я смотрю и думаю, а что может быть, кроме политики? Вот чем я еще занимаюсь? Никаких танцев, рисования, политика и все. Хочу нормального детства, а не вот этого всего, как играть на кунгры, поэтому этот режим просто не оставляет выбора и не поддеваться. Спасибо. Мне нравится выступать, когда люди меня слушают, когда я могу на этих мероприятиях донести что-то, что я думаю, что меня волнует до людей. И я не могу об этом говорить со своими друзьями, и чаще всего я говорю об этом с мамиными друзьями или с мамой, потому что моим друзьям неинтересна тема политики. Тут очень много людей, поэтому не ругайся, привет. Я же, я опять выступала последней. И сидела все первое, я такая, ух, как стрёмно. Она говорит, что ей сейчас больше всего не хватает неба звездного или луны. Мы с Мишей недавно фотографировали, на небе была очень яркая такая луна, прям полнолуние. Мы вышли на улицу часов в 11 ночи, сфотографировали эту луну и показали ей. И она очень долго на нее смотрела. Ну, это не круто. Что? То, что от слона воняет, что-то? Нет, нет, жалко. Себе их не жалко. Я пишу новости, которые происходят у нас. Я пишу о том, что в принципе у нас происходит, как делала мама, что у нас нового. До этого я знала о политике только по маминам рассказам. А в соцсетях, в интернете я вообще никак этим не интересовалась. Сейчас все мои соцсети, включая Facebook, просто вот так все в политике. В моих комментариях нету никакого хейта, все поддерживают. А когда я зашла на мамину страницу, последний пост у нее про кошку нашу. И вот там очень много хейта. По типу, вот, надо было думать, детьми заниматься, а не в политику лезть. Сидел, покушал Путина, послушал. Новый год. Это ты для чего фотографируешь? Мам покажу потом, чтобы посоветоваться, потому что очень много носков и не знаю, какие я хочу. По этой статье идет либо условная, либо от двух до шести лет колонии. Непонятно никакое мое будущее. Пока не дадут окончательный приговор. Все зависит от того, сколько и что вообще дадут маме. Субтитры создавал DimaTorzok